Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. Разбор полетов в мэрии глава города жестко раскритиковал работу районных администраций. Кандалы за 2,5 миллиарда. Расследование дела об электронных браслетах завершено. Не только щи да каша. В солдатском праздничном меню появились национальные блюда. От бонифация до ювеналия. Областной ЗАГС огласил имена, которыми самарцы награждают своих детей. Ей всего шесть, а она уже дважды мама у руковой красотки самарского зоопарка черного ягуара именины. Инвестиции в здравоохранение, спорт и образование рассчитывают получить областное правительство. Губернатор Николай Меркушкин заключил соглашение с агентством инвестиций в социальную сферу. По словам главы агентства Ильи Ковалева, в этом году в Самаре начнутся работы по проекту «Футбольная Россия». Комплексный план развития инфраструктуры утвержден Российским футбольным союзом и Федеральным Минспортом. При содействии агентства в Самаре будут модернизированы пришкольные игровые поля. Еще одно возможное направление для сотрудничества – привлечение частных средств в реконструкцию ветхих школ. Обновление зданий позволит создать больше учебных мест и ликвидировать вторые смены в переполненных учебных заведениях. Будут приняты жесткие решения, вплоть до кадровых. Глава Самары Олег Фурсов раскритиковал работу районных администраций и коммунальных служб. По сообщению Городской административно-технической инспекции по благоустройству в празднике, с учетом погоды уборка велась недостаточно оперативно. Были выявлены 94 скатные крыши, нуждающиеся в очистке. Особенно много замечаний по уборке Октябрьского района в исторической части города, претензий меньше. На организации, которые допустили нарушения, составлены протоколы, их ждут штрафы. Кроме того, выяснилось, что количество дворников, как и техники, не соответствовало заявленному. Глава города поручил устранить недостатки в кратчайшие сроки. Особое внимание уделить состоянию тротуаров, уборке мусора и расчистке ливневых коллекторов. В первой декаде марта Олег Фурсов пообещал объезд всех районов города. Низкое качество уборки улиц от мелкого бытового мусора. Я не принимаю вот эти рассуждения, что сейчас зима и не нужно убирать там фантики и окурки. Глава, обратите личное внимание. В первую очередь это остановки общественного транспорта и придомовые территории. Не расслабляйтесь, коллеги. То, что мы прошли пору снегопадов достаточно успешно, это не значит, что сейчас нужно расслабиться. Также глава города поручил департаменту городского хозяйства найти дополнительные ресурсы, чтобы ускорить устранение дорожных дефектов. Сейчас в Самаре идет аварийный ямочный ремонт. Эта мера поможет в короткие сроки привести в нормативное состояние разрушенные участки асфальта. Минимум 900 тысяч квадратных метров жилья планируют построить в Самаре за этот год. Такие данные приводит департамент градостроительства. По итогам прошлого года Самара вышла в число лидеров в Приворском федеральном округе по темпам строительства. Заданную планку снижать не будут, в том числе и в решении проблем обманутых дольщиков. Актуальная тема в репортаже Лариса Шалафаст. Еще в 2012 году таких долгостроев в Самаре было больше ста. Перед их дольщиками маячили весьма туманные перспективы. Сейчас ситуация изменилась. Количество дольщиков в Самаре сократилось в пять раз. Незавершенных объектов в Самаре сейчас не больше 37. Впрочем, городские власти проблему обманутых соинвесторов с повестки дня не снимают. Застройщикам предоставляют так называемые компенсационные площадки. Взамен бизнесмены решают наболевший квартирный вопрос дольщиков. Сегодня дополнительно определены пять участков. В основном площадки у нас сформированы в Кубежском районе. Это в районе улицы Белорусской и Центральной. Полплощадки разные. Там от 5000 квадратных метров до 50. В любом случае, эти площадки все находятся либо внутри застроенных территорий, либо соседствуют с ними. Поэтому для развития они достаточно интересны. Там можно было бы и проект компенсной застройки осуществить. В этом году планируют обеспечить долгожданными квартирами дольщиков восьми домов. Перед застройщиками Самары вообще стоят амбициозные задачи – строить больше и лучше. В этом году запланировано возвести 900 тысяч квадратных метров жилья. Для того, чтобы этот процесс шел без сучка и задоринки, в городском департаменте градостроительства подготовили ряд изменений в правила застройки землепользования. Предлагается первые этажи здания отдавать под размещение детских садов и увеличивать число парковочных мест. Мы на сегодняшний день подготовили блок внесения изменений в правила землепользования застройки. Опять же, с Олегом Борисовичем Фурсовым мы эту тему обсуждали и пришли к мнению, что он прав, что нужно увеличивать количество парковочных мест на одну квартиру. Поэтому у нас те изменения, которые в правила будут внесены, будут предусматривать полтора парковочных места на одну квартиру. Поправки в правила застройки землепользования вступят в силу не позднее июля. Это значит, что все проекты, которые будут утверждены после этого срока, должны адаптировать под новые условия. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Накормят всех. Мясо и молока в Самарской области достаточно на всех желающих. Областной кабинет министров сегодняшнее заседание посвятил ярмаркам и поддержке местных производителей. Мариана Мирная записала тезисы. О ярмарках, проводимых в Самарской области, говорят сегодня в правительстве региона. Насколько эффективна торговля, оказывают ли ярмарки поддержку местным производителям и довольны ли покупатели. По словам председателя правительства Александра Нефедова, цены в магазинах кусаются, и необходимо создать все условия для фермеров реализовывать свои товары, а для покупателей и жителей городов приобретать продукты по доступным ценам. Не только по праздникам и выходным жители должны иметь возможность покупать качественные, недорогие, а главное местные продукты. Мясом и молоком производители региону в состоянии накормить всех желающих, но им нужно оказывать поддержку. Помогали, помогали. Смысл один. Максимальное количество, максимальный ассоциумент и минимальная цена. Соберите сельчан всех. Говорите о том, что сегодня супермаркеты, значит, как они работают и чем они торгуют, и там немножко вид другой, это тоже. Ну, спрос на продукцию, то, что делает наш, на нашей земле, очень огромный. Самара яркий представитель выполнения правительственной задачи. Для самих сельхозпроизводителей торговые площади бесплатны. Для контроля качества продукции работают ветеринарные врачи и надзорные органы. Перед днем защитника Отечества в городе открылись как традиционные ярмарки на привычных местах, так и новые торговые ряды. Ну, 10 у нас традиционно работает. Плюс к ним еще было 7 организованных. И мы эту площадь будем расширять. Плюс дополнительно оформляем к 10 еще 6 до 25 марта. Председатель правительства дал поручение главам регионов и впредь уделять внимание ярмаркам. Не везде торговые ряды, к примеру, подключены к электричеству. Кроме того, региональные фермеры должны быть более широко представлены. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Заплатить налоги теперь можно позже установленных сроков. Такое решение приняли депутаты Самарской городской думы. Это касается налогов на землю и имущества физических лиц. Дать декларацию необходимо до 1 декабря, не как раньше, до 1 октября. Еще одно решение городских депутатов – снять ограничения с площадей помещения, которые бесплатно передают во временное пользование общественникам. В основном в таких кабинетах располагаются некоммерчески социально ориентированные организации, такие как Общество слепых, ветеранские объединения, ТОСы. Раньше размер помещения был ограничен 30 метрами. Как оказалось на практике, таких в городе почти нет. Теперь предоставлять для размещения общественным организациям можно комнаты любого размера. Если взять территориальные органы самоуправления, я говорю сейчас про ТОСы, в некоторых ТОСах было в помещении выделено 31 квадратный метр, 32 квадратных метра. Это абсолютно технические вещи, которые немножко дают свободу тому, чтобы те общественные организации, которые у нас расположились уже и имеют определенные площади, чтобы они себя нормально, комфортно чувствовали. Ну а как себя чувствуют вечные соперники – рубль и доллар? О событиях на финансовых рынках расскажет наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Нефть слегка лихорадит. Котировки крутятся возле отметки 33 доллара 87 центов за баррель. Рост умешает отсутствие компромисса между странами-экспортерами нефти и Россией по квотам на добычу. Поэтому поединок между долларом и рублем тоже пока в неактивной фазе. На 26 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 76 рублей 39 копеек. Американская валюта не подорожала, но и не упала. Курс евро – 84 рубля 21 копейка. Золото стоит 3026 рублей за грамм. Серебро стоит 37 рублей 36 копеек за грамм. Четверть российских автодилеров находится на грани банкротства. А поставщики товаров предупреждают о повышении цен с 1 марта. На сегодня это все. Удачи в делах. Поднимешь? Давай. Отлично. Давай, опускай. Казалось бы, что особенного – поднять руки. Полгода назад, 1 сентября, Игорь, как все, пошел в школу. К вечеру поднялась температура, а уже через 10 дней мальчик был в реанимации. Острый лейкоз, химиотерапия, а затем энцефалит. Ребенку становилось все хуже. Врачи боролись за жизнь мальчика. Игорь заново учился дышать, говорить, узнавать. Игоря забрали, нам как раз такое сказали, что, скорее всего, наверное, это все. Да, я плакала, если делают, то я взяла в руки. А почему я оплачиваю, оплакиваю своего ребенка? Он же борется, он же живой. Мы должны жить, мы должны радоваться каждому дню. Страшные диагнозы у детей – то, с чем в первой детской больнице встречаются каждый день. Ежегодно через отделение онкогематологии проходит около 100 маленьких пациентов. Проблемы возникают, когда необходим какой-то препарат, который по жизненным показаниям этому ребенку необходим. Его нет на территории Российской Федерации, то есть он не зарегистрирован. Его приходится через благотворительные организации приобретать за рубежом. Помочь спасать детские жизни хотят Самарской организации «Общество инвалидов». Инициативу поддержала администрация города. 26 февраля в Самаре пройдет благотворительный аукцион «Подари надежду». Средства от него направят на лечение пациента в первой городской больнице. Люди с ограниченными возможностями здоровья сделали уникальные работы – картины, вышивку, игрушки. В каждую вложена частичка души. Авторы лучше других знают – не потерять надежду – значит выжить. Это не просто работы, выполненные какими-то авторами, которые имеют имена. Это наши горожане, это простые люди. И мы очень рассчитываем, что аукцион пройдет хорошо, тогда мы сможем расширить его рамки. В фае будет работать выставка. И если кто-то захочет, допустим, кому-то не достанется что-то на аукционе, он сможет купить на выставке какие-то работы. Аукцион «Подари надежду» пройдет 26 февраля в 16 часов в ДК имени Пушкина. Это просто – прийти и помочь. Лариса Шалафаста, Несса Панченко, Алексей Золотенков. События. Забыть про шпаргалки навсегда. Все учебные классы, где пройдет ЕГЭ, оборудуют видеокамерами. В прошлом году онлайн-трансляция велась только из 80% аудитории. Об этом сообщила замминистра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Изменилось и время сдачи государственного экзамена. С 21 марта можно будет досрочно пройти ЕГЭ. Такой возможностью пользуются в основном выпускники прошлого года, которые не получили аттестацию с первого раза. Кроме того, увеличится число дней между экзаменами. Выходные дни их постараются не проводить. Последний день сдачи ЕГЭ – 30 июня. Основной период у нас в этом году начнется 27 мая. Вот, к сожалению, на сегодняшний день мы не имеем утвержденного расписания единого государственного экзамена. Мы уже знаем в том проекте, который есть, что это 27 мая. Начнем мы с географии, с литературы. И в этом году более длительный период будут идти экзамены. А теперь коротко о других темах дня. Первый запуск ракеты с космодрома «Восточный» Самарского прогресса решили не страховать. Создатели считают «Союз» надежным носителем. Застраховано только причинение вреда третьим лицам в случае аварии. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Аист» и «Ломоносов» намечен на весну 2016 года. Это будет первый запуск со строящегося гражданского космодрома «Восточный» в Амурской области. В Кировском районе в Самаре рухнул балкон. ЧП произошло около 8 часов вечера. Балкон упал с последнего этажа четырехэтажного дома, расположенного на проспекте «Металлургов». Ни на балконе, ни под ним в этот момент никого не было. На место инцидента вскоре прибыли представители управляющей компании. Они оградили опасное место сигнальными лентами, трактор увез плиту и расчистил тротуар. Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела, фигурантами которого стали бывший глава в СИН генерал-полковник Александр Реймер и его экс-заместитель Николай Криволапов. По версии следствия, они выступили лидерами преступной группы, которая обогатилась за счет федеральной программы по внедрению электронных браслетов для контроля за подсудимыми. Общий ущерб превысил 2,5 миллиарда рублей. Сейчас фигурантам предъявлено обвинение. На этой неделе все они приступят к ознакомлению с материалами дела, в котором более 100 томов. Отметить День защитника Отечества как дома смогли военнослужащие и Центрального военного округа. В их рацион в праздничный день были включены национальные блюда народов России. Меню составлялось исходя из того, в каком регионе находится воинская часть и представители каких национальностей преобладают в них. Также военнослужащие дополнительно получили конфеты, салаты и фрукты. Праздничное меню действовало не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде. Новый порядок выдачи разрешения на охоту с этого года вводится в Самарской области. Распределять разрешение будут посредством лототрона. Желающих поохотится больше, чем дичи. Сейчас цена разрешения на охоту в частных угодьях на кабана варьируется от 6 до 40 тысяч рублей. За лося придется выложить 120 тысяч. В Самаре продолжается подготовка к выборам – Государственную и Губернскую думы. С 15 февраля река отделения партии «Единая Россия» ведет прием документов от кандидатов, желающих принять участие в предварительном голосовании. В числе первых оказались известный музыкант Сергей Войтенко и действующий депутат Госдумы Виктор Казаков. Они собрали полный пакет документов. Для себя понял, что еще смогу поработать созыв, а может быть и больше, на благо самарского народа. Обращаются каждый день по несколько человек. У нас приходят и на прием, просят разъяснение сделать, как оформлять документ, каким образом сотрудники регионального исполкома как раз помогают разобраться с этим вопросом. Подготовка таких основополагающих в этом году документов, как справка о судимости, принципиально. Это позиция партии. В состав комитета, который займется организацией предварительного голосования, уже определён. В него вошли руководители общественных организаций, главы муниципальных образований, представители средств массовой информации и молодой гвардии. Предварительное голосование состоится 22 мая. На территории Самарской области откроется 350 избирательных участков. Цезарь, Святогор, Ювеналий и Аннабелла родились в прошлом году в Самарской области, а также Милорадо, Сталино и Бонифаций. Многие родители отдают предпочтение сегодня экзотическим именам для своих детей, отмечают работники органов ЗАГС, которые сегодня подвели итоги. Кстати, только в прошлом году более полутора тысячи человек поменяли свои имена, видимо, в знак протеста. Но всё же чаще всего мальчиков называют Артём, Максим и Александр, а девочек – Виктория, Анастасия и Мария. В общей сложности в 2015-м в регионе на свет появились более 40 тысяч детей. Это рекорд с начала нулевых. Чаще стали рождаться двойни и тройни. Уже 4 года Самарская область стоит на третьем месте порождаемости в ПФО, впереди Татарстан и Башкирия. Самой популярной услугой в органах ЗАГС остаётся заключение брака. В прошлом году поженились более 25 тысяч пар. Среди женихов и невест встречались граждане Марокко, Колумбии и Перу. На 13% снизилось количество разводов, уменьшилось и число умерших. Вскоре жители ждут перемены. Подать заявление в органы ЗАГС они смогут через портал Госуслуг. Сейчас стоят задачи, прежде всего, однократного посещения органа ЗАГС, чтобы не было ни чередей, чтобы минимизировать количество таких посещений, чтобы сделать всё необходимое, удобство для человека. В марте уже всё это можно будет реализовать. А теперь пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские армейцы стали третьей на чемпионате России по горнолыжному спорту. Баскетбольная Самара четвёртая в Кубке России. Чистая энергия дзюдо. Жигулёвский турнир определил чемпионов. Чистая энергия. Открытый жигулёвский турнир по дзюдо собрал молодых спортсменов из Самары и других волжских городов. За медали боролись призёры чемпионы областных соревнований. Сборная Жигулёвска выставила 9 атлетов и четверо поднялись на пьедестал почёта. Золото у Ильнара Абдульмянова, Артёма Масичука, бронзу у Эмилии Якубова и Егора Исаева. Баскетболисты Самары с Кубка России приехали без медалей. Они заняли только четвёртое место. В полуфинале волжане и Суперлиге проиграли питерскому «Зениту» из Единой Лиги. 71-81. В бронзовом матче Самара встречалась с соперником по регулярному чемпионату страны. Темп из Ревды победил 69-47. Обладателем Кубка стала Парма из Перми. «Зенит» сдался при счёте 97-65. По итогам соревнований самарец Максим Кривошеев попал в символическую пятёрку турнира как лучший нападающий. Самарским горнолыжникам повезло больше на чемпионате страны. Спортсмены ЦСКА завоевали бронзовые медали. В супергиганте отличился Максим Симонов, а в суперкомбинации – Геннадий Светков. Абсолютным чемпионом России в двух дисциплинах стал столичный горнолыжник Фёдор Мехков. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. В день Иверской иконы, который отмечают сегодня православные силы мира, самый известный Самарский женский монастырь был заполнен верующими. Для его храма это престольный праздник. Обитель основали в январе 1850 года по просьбе горожан. Тогда же елабужская купчиха Екатерина Марихина пожертвовала икону Иверской Божьей Матери, по имени которой был назван монастырь. Далеко за пределами Самары и даже России он стал знаменит в годы русско-турецкой войны конца 70-х годов 19 века. Послушницы выткли знамя, ставшее символом освобождения Болгарии войсками Российской империи. Более чем за полтора века обитель не раз менял свой облик. После революции многие постройки были уничтожены. Возрождение началось только в 90-е годы. Икона Иверской Богоматери, хранящаяся в монастыре, считается чудотворной. Сотни прихожан становятся в очередь, чтобы прикаснуться к святыне, помолиться и попросить о сокровенном. Духовная пища и в такой большой престольный праздник люди собираются здесь вместе. Очень много людей, очень много верующих в Самаре. И молятся, и сила молитвы, когда не один, а много человек, она намного сильнее. И радость, вот такая большая, великая радость в такой праздник. Роковая красавица Самарского зоопарка, черного ягуара по кличке Нуар, поздравили шестым днем рождения. Праздник получился на славу, с гостями и подарками. Познакомиться поближе с большой кошкой и побольше о ней узнать. Пригласили детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для них провели викторину и тематические игры. Хищную именинницу поздравила и Алина Чемерес. Грациозные движения, шерсть шоколадного цвета и самые мощные челюсти из всех кошачьих. Хвостатая именинница в свой день рождения неспешно разгуливает по клетке. Черному ягуару по кличке Нуар сегодня исполнилось шесть лет. Для пятнистых животных это самый расцвет сил. По человеческим меркам лет двадцать. В Самарском зоопарке красавица Нуар живет в ангаре. Родина ягуаров Южная Америка, и поэтому сейчас им на улице будет просто холодно. Прямо по соседству ее партнер Кекс. Вместе в одном вольере они живут только в брачный период. В природе эти животные одиночки. Если слишком много времени будут проводить вместе, просто-напросто подерутся. Нуар поселилась в Самарском зоопарке еще котенком в возрасте восьми месяцев. Привезли ее из Санкт-Петербурга. Вслед за ней здесь появился и Кекс. Несмотря на то, что супруг белый-рыжий, животное одного вида. И разница у них только в цвете. Сейчас Нуар уже дважды мама. Потомство кошачья семейка приносит каждый год. Как истинная леди, Нуар сидит на диете. Лишний вес может создать проблемы во время родов. Характер, она добрая, так она даже гладится, дается. Но не всем. Очень умная кошка, довольно-таки. Вот когда мы привезли мужа, так сказать. Он был маленький, она его как детенок. То есть за ним учила всему. Всегда с ним была рядом, ругала его. В природе ягуары самые неприхотливые в еде. Охотятся на птиц, обезьян и даже небольших крокодилов. Его челюсти способны разгрызть панцирь крупной черепахи. Внешне ягуары больше похожи на львов и пум. Хотя на самом деле произошли от тигров. Но, как считают воспитанники приюта «Надежда», которые пришли поздравить Нуар, даже хищникам нужно устраивать праздник. Им приятно, что у них день рождения и дарят подарки, что пришло много людей полюбоваться на них. Вместо праздничного торта в подарок Нуар получила аппетитную курицу. Лакомый кусочек достался и кексу. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самарегис в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»